Ну что же, вот так вот сразу с места в карьер Звезда 2 начинает этот матч Третий матч серии полуфинального раунда Между командами Колос и Звезда 2 И Зеленые, команда из Елецкого района Открыли счет Сразу же они показали свой настрой Приветствуем вас, дорогие любители хоккея В том числе и любительского в лидовом комплексе Павль Семинская, 65 Снова у нас проходят баталии любительского хоккея Открытое первенство города Липецка Фролов и Воробьев ассистировали Роману Лобанову 70-й номер открыл счет Перехват сейчас защитника Сергея Глушкова Бросок из-под трафика Не без проблем справился Галкипер Звезды 2 Кстати, изменение во вратарской позиции У Зеленых Александр Чудин защищает ворота Сергей Глушков сейчас как раз со шайбой Пытается он развить атаку через Геннадия Звалева Но не точный пас Поставил крест на развитие атаки Колоса Ответ Звезды 2 Пытается справиться с обработкой шайбы из малков Не получается И перехват состоялся неожиданно И достаточно неуверенно действовал сейчас Сергей Горяинов В результате чего Атака снова на ворота Колоса Может сейчас произойти Юрий Дуреченский Снова Горяинов Перевод на Звалюева На грани офсайда Он принял эту передачу Из борьбы шайба снова прилетела на контроль Парней в зеленых хоккейных свитерах Пас Бросок с недовольной руки Мешает защита звезды 2 Состояться этому броску Первый матч неожиданно В упорной борьбе Выиграли хоккеисты звезды 2 Неожиданно потому что все-таки Колос является лучшей командой регулярного чемпионата Валерий Рысков сейчас на ваших экранах Капитан Колоса Ведущий защитник команды Второй матч Так вот первый матч завершился В серии после матчевых бросков Выиграли звезды 2 Открыли счет серии Повели в ней Но второй матч уже Следующий день состоялся И очень уверенно Колос обыграл своего соперника Со счетом 7-2 Третий матч серии сейчас Происходит в Ледовом И пока Впереди На четвертой минуте первого периода Хоккеисты из Елецкого района Залп Сергея Глушкова Много бросает в этой серии Сергей И не безуспешно Причем Рысков как всегда Очень надежен в защите Заранее он отошел назад Почувствовал то что будет перехват Здесь попытка провести быстро атаку Ничем не завершается Выброс шайбы через ближний борт И уже в нейтрале Рысков Снова играет просто И качественно Причем Быстро он нашел На левом фланге Партнера Который правда не сумел воспользоваться Этим ювелирным пасом От защитника Ну что ж Пока у нас игра Наносит Такую борьбу Да больше Складывается Вот сейчас может быть интересный проход Вот пауза и шайба идет мимо Дальние штанги Казалось бы наверняка Завершал атаку Геннадий Завалюев Но только казалось Снова Завалюев Пытается сразу трех Соперников накрутить Одним финтом не получается Но вот я пытаюсь поймать момент Для того чтобы Начать озвучивать составы Александр Чудин Я уже вам представил В свитере Хоккейного клуба Реактор Он играет Ну это Нюансы любительского хоккея Не все Хоккеисты одной команды Выглядят Одеты одинаково Крюков Без оглядки Пас вперед И это привело к ошибке Которую сам же Крюков пытается исправить Не получается Сейчас большинство Получилось у Звезды 2 Три нападающих Против двух защитников И поэтому возникли определенные сложности Жигулин неожиданно Оступается в нейтральной зоне И этим пользуется Юрий Дуреченский Бросок Упор Добивание Перекрывает весь Ничудин И оказывается в этом полностью прав Лобанов Уже одна шайба есть На его счету В третьем матче Понятное дело Что останавливается Он не собирается Лобанов Подключение правого фланга Юрий Дуреченский Пытается жестко отобрать шайбу И этому удается Воробьев Уступил в борьбе Артем Глушков Шайба 16 номер Прорвается по правому флангу Жигулин Защитник Звезды 2 Особенно не сопротивляется Бросок Субой на дистанции Подставлена была клюшка И шайба ушла За предел площадки Ну что ж Состав команды Колос Андрей Тимошенко Защищает ворота Далее полевые игроки Юрий Крюков Первый Юрий Двуреченский Второй Александр Музгунов Играет под третьим номером Евгений Бураков Пятый Сергей Стрельников Шестой Артем Горяинов Девятый Геннадий Звалюев Тринадцатый Сергей Глушков Четырнадцатый Артем Глушков Играет тут Под шестнадцатым номером Сергей Горяинов Восемнадцатый Валерий Рысков Капитан команды Двадцать первый Виктор Кутипов Двадцать шестой Николай Чуляков Атака звезды Два Без броска Рисковый Какой сейчас Пас Был от Музгунова Но он прошел Бураков Не торопится Подкидка на партнера Точно в крюк Кутепову В ход зону Бросок не получается Двадцать шестого номера Сергей Глушков Действует надежно На синей линии Какой интересный наброс Неудобной руки Сейчас совершил Этот защитник Снова закрывает Зону Глушков Бросок Не опасный Для Чудина Тем не менее Подбор состоялся За Колосом Пытается сам Пролезть Бураков Его встречают И шайба уходит Нейтральную зону Состав Звезды два Попробую вам сейчас Назвать С вратарем уже Ознакомились Полевые игроки Остались Максим По третьим номером Которая для тренеров Предназначена Все Ох Какой бросок Шайба Попала Ворота Показывает Арбитр Кстати Судейская бригада На этот матч Представлена Следующими людьми Геннадий Мещеряков И Валерий Симонов Обслуживают Эту Баталию Оба арбитра Наделены Равноценными Полномочиями Что ж Есть сейчас Хороший повод Порадоваться Болельщикам Колоса Что они И делают 1-1 На истечении Восьмой минуты Первого периода Юрий Дуреченский С передачи Артема Глушкова Сравнял счет И все Только начинается Хороший пас На Сергея Фролова Но его Опекали С нескрываемым удовольствием Хочу отметить То что Наконец-таки В Ледовом Нормальная У нас Атмосфера Никакого Тумана Видимость Сто процентная Поэтому Все условия Для хоккей Созданы На всякий случай Сейчас Чудин Реагировал Прикрывая дальнюю штангу Фролова Как сейчас забывает Нейтральная зона Никто не встречает Скидка слишком сильная На партнера Тем не менее Прострел Случился Все тот же Фролов Пытался его замкнуть И получилось Бурлаков Какое оставление Накутепова Невооруженным Взглядом Видно Очень хорошая Такая вот Толика Взаимодействия Между 26 номером И 5 В составе Колоса Лужков Не упускает Шайбы Из зоны Борется до конца Пас интересный По диагонали И завозился Сейчас Горяйнов Приходится Контратака Тимошенко На выходе Хладнокровно И уверенно Играет Вратарь Колоса Сейчас Причем Ассистирует Своим партнером В атаку Что называется На развитии Еще один бросок Чуден цепляется Добивание Со средней дистанции Мощное случилось У Сергея Лужкова Но В створ еще бы попасть С этим Проблемы возникли В этой атаке У Колоса Рысков Спокойно На ближний борт Юрия Двореченского Сейчас Встретили И Судьи Разглядели Что-то криминальное В этом эпизоде По моему Положение вне игры Там да Да Совершенно верно Звезда 2 Навязав Рейсинг Сопернику Не учли того Что они находились В положении вне игры Шайба Мечется у нас Туда Сюда Ну и счет Текущий На табло Отражает Суть этого матча Очень много борьбы Третий матч серии Напомню Победитель А лучше даже Проигравший Третью Да В третьем матче Сам себя уже поставит На грань Вылета Из борьбы За кубок Лиги Старт Напомню То что серии Плейов И Лиги Старт И Лиги Любитель Длятся до Трех побед Самоотвежная игра Сергей Горяйнов Перекрывает Линию передачи И Подключение Геннадия Завалева Который не готов был К такому Неточному пасу В итоге У нас Проброс Фиксируется Арбитрами Многое очень зависит От лидеров Команд Таких людей Как Геннадий Завалюев Но мы все знаем То что Кубки Добываются Второстепенными Персонажами Поэтому Если Колос Хочет Продолжить Бороться И выйти в финал Им надо Не только Вот первым Звеном действовать Но еще и Чтобы второе Как-то Создавало Опасные моменты В принципе С этим балансом Не сказать Что большие проблемы Но все равно Явно видна Разница Игры первого звена Колоса И остальные Бросок Чернышева Подставил Клешку Сейчас Сергей Глушков И отправил Шайбу В заградительную сетку Остановка Вбрасывание В зоне Колоса Тимошенко Сейчас Недоволен Говорит То что Такие шайбы Лучше не трогать Поскольку С рикошисти Она могла И В створ Ворот Хватил Реакции Ох Какое Проигранное Вбрасывание Бросок С неудобной Руки Опасно Тащит Тимошенко Челяков Как всегда В своей силовой Манере Пытается Протащить Шайбу Вперед Мешает ему Это сделать Защитники Звезды Два Двенадцатая Минута Идет Ошибается Сейчас Сергей Глушков Бросок Сюду Руки Тащит Вытянувшись Струнку Андрей Тимошенко И здесь Остановка Из-за того Что было Сыграно Эпизод Да Высоко Поднятый Клюшкой Геннадий Мещерков Четко Фиксирует Нарушение Со стороны Виктора Кутепова В последнее Время Звезда Два Неплохо На Обрасывание Играет Поэтому Есть Основания Были Точнее Да То Что И этот Эпизод Мог завершиться Интересным Броском Не получилось Колос Пробрасывается Снова У нас Остановка Концовка Первого Периода Начала Так Резаться На Короткие Отрезки Игровые Учитывая То Что Преимущества В счете Ни у кого Нет На руку Это играет Никому В том числе И нам Сергей Илышков Не отдает Шайбу Хотя Находится Под давлением Сразу Двух Игроков Перехват Рикошет Шайба Идет На правый Борт Это там Челяков Набрал Скорость Врывается В зону Скидывает Передачу На правой Но Евгений Бурлаков Оказался Без скорости Стрельников Неуверенно Смотрелся В последних Матчах Этот защитник И Понимает Он То что Ему Нужно Прибавлять Юрий Дурищинский Автор Шайбы В этом матче Со стороны Колоса Какую передачу Проникающую Но Глушкова Дает Глушков Обратый пас Зинзавалюев Неудобно ему бросать Пытается он Продолжить атаку Находит Юрий Дурищинский Который уходит От силового давления Соперника Скидывает шайбу На пятачок Но Артема Глушкова Там накрывали Достаточно уверенно Проброс Со стороны Хоккеистов Звезды 2 Разумоялась игра И бросок Крюкова Неточный выход Шайбы Очень интересный На дальнюю штангу От лица убора Защита сообразила И нейтрализовали Опасность Крюкова Сейчас по-моему Лукин подтолкнул Но даже не в этом Дело А в том что Лукин забежал В зону атаки Раньше шайбы Дурищинский Слишком явный Слишком Читаемый пас Сейчас он делал На дальнюю штангу Семенихин проиграл Борьба Это решение Это решение Свистком Тем не менее Продолжается бросок Тимошенко Вступает в игру Технично он сбросил Шайбу за ворота Зона Не закрыта была Жигулин Не успел Ну что же 37 секунд Остается до конца Первого периода Третьего матча Полуфинальной серии Где встречаются Команды Колос И Звезда 2 Звезда 2 Сейчас Снова играет Присел Бросок С разворота Придосит успех Зеленым На ушах Сейчас скамейка Запасных Звезды 2 Но она и понятна Почему Они в концовке Первого периода Снова выходят Вперед Умеют Умеют Хоккеисты Зелецкого района Дожимать Моменты В очередной раз Они это доказали Прессинг В полную тройку Атаки В зоне соперника Дает свои плоды Завалив Какой смачный бросок Добиваю Не могу состояться Чудин Не позволил Это сделать И что там У нас Стычка Велек Кто забил Валер Ну что ж И все таки Назовем Автор в углу Исаков Ассистировал Николаю Фалину 2-1 Счет 18 секунд До конца Первого периода И не факт Что 18 секунд Пройдут Не весело Давайте смотреть Брас В нейтральной зоне Выграно Звездой 2 Жгулин Как всегда В неторопливом темпе Принимает решение Выбрасывает шайбу В борьбу Что называется Да В зону атаки Оставление слишком Аккуратное было Двореченский перехват 3-2 1 Нет Не успевает Юрий Двореченский Дотащить шайбу До ворот соперника Времени не хватило Ему банально Таким образом 2-1 Первый период Третьего матча У нас заканчивается В пользу Коккейной команды Звезда 2 Ну что же Продолжаем Рассказ о матче Под номером 3 Полуфинальной серии Лиги Стар Где встречаются команды Звезда 2 И Колос Ну и счет У вас на табло Звезда 2 Начали Очень уверенно Этот матч Буквально на первой минуте Забросили они Очень интересный шайб Роман Ломанов Отличился Далее В непростой борьбе Но все-таки Сумели найти момент Для того Чтобы сравнять счет Хоккеисты Колоса Юрий Двореченский Отличился И в концовке Первого периода Хоккеисты Звезды 2 Снова Вывели Себя вперед Отличился Николай Фалин С передачи Исакова Ну и сейчас Снова мы наблюдали То что О какой момент Бураков Сколько времени Ему сейчас Дали На то Чтобы провести Эту атаку В контратаку Как раз Убежать Зеленым Не удалось И Неплохо Сейчас В нейтральной зоне Действуют Хоккеисты Колоса Правда Убежать Пока не могут Сергей Лужков Пас от борта Жигулин Кутепов Кутепов Оказался В мобиле Его И сейчас Непонятное Случилось Рука Подят Отложено удаление Но свистка Ряд не было Почему останется Жигулин Непонятно Толчок Соперника Клюшкой Юрий Жигуль Отправляется На 2 минуты Второй период Тоже Очень мощно Начали Хоккеисты Зеленского района Успеха добиться Не сумели И в итоге Сейчас будет Шанс У их соперника Наказать их За нереализованной Возможности Бросок Смачный Получился У Двореченского Кончиком щитка Чудин Дотянулся До этого залпа Юрий Крюков Не торопится Пас на Двореченского Двореченский Уходит от опеки Двух игроков Заброс шайбы По воздуху Падегонально Завалил И перехватывается Сенченко И остановка Из-за того Что была сыграна В эпизоде Да Высокоподнятой Клюшкой Это уже Мы наблюдали В первом периоде Двух игроков Включается В борьбу Хоккеисты Балашов Пытается самостоятельно Все решить И из борьбы Шайма выпрыгивает За пределы площадки В связи с этим У нас остановка Пошла игра Семенихен Понимает То что находится Под давлением Сразу двух игроков Принял Простое решение И здесь На грани фула Действует Лукин По-моему Зону Закрыть Рыскову Не удается Лукин Не добирается До шайбы И в нейтрале Контроль Происходит У Колоса В невыгодной Позиции Оказался Горяйнов Сейчас Курайсков Классно Увидел Сейчас По синей Линии Бурлаков Бурлаков Видит То что Скорости Нет Не у него Партнеры Закрыты Поэтому Бросок Лучшее Решение Александр Чудин На ваших экранах Пока только Одну пробоину Он имеет в этом матче Сергей Горяйнов Прострел Шайба идет В угол площадки Там уже Артем Горяйнов Пытается избавиться От прессинга Лобанов Лобанов Цепко Действует Но до шайбы Все таки Не добирается Пасту Отдал Сейчас Артем Лужков И Стрельников Пытался Загрузить шайбу На пятачок Туда ближе На правой штанге Не получилось Завалюев Отыгрался с бортом Уходит на ударную позицию Бросает И Этот бросок Был встречен А вратарем Звезды 2 В полном составе Меж тем Играя зеленые И идут Пытаются Точнее Идти в атаку Но Сумбура Жигули Только что Вышел он со скамейки Штатников И пытался Тут же подключиться В атаку Не получилось Неточный пас На партнера Воробьев И Артем Лужков Сейчас ошибается С передачей Не поняли Друг друга Завалив С Лужкова Не сумел Стрельников Который давно Находится на льду Остановить Эту шайбу Но опять-таки Борьбу Он не проиграл И более того Сейчас пытается Организовать Атаку Пасом На Николая Челякова Челяков Даже я бы Не сумел Добраться Жигулин Неудобный пас На Воробьев Но тут ногами Дорабатывает И бросок При входе Что называется В зону атаки Справляется С ним Тимошенко Но там Положение Вне игры Было Ранее Зафиксировано Поэтому Как мы видим Брасовность Состоялась Уже в нейтральной Зоне Брасок Фалина Неточный Наброс На пятак Подставляет Клюшку Защитник Колоса Шайба Тем не менее Остается У их В зоне Исаков На брос Пытался Сделать На пятак Но блокирует Его Сергей Глушков И сам Самостоятельно Устремляется Этот защитник В атаку Пытается Не отобрать Шайбу Пока Безуспешно Прострел Поставление Шайба Шайба Влетает Ворота Класс Класс Мастерское Подставление Или как Шайба Не засчитывается Ногой 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 Была Заброшена Шайба Ну вот С моего Ракурса Показалось Что Клюшку Поставил Евгений Бурлаков Но Судьи Находятся Ближе Находились До ближего Гораза К эпизоду Поэтому Вне всяких Сомнений Им виднее Продолжается Игра Артем Лужков Оставил Шайбу Завалю И перехват Случился Балашов Брасок Тимошенко Перед собой Шайба Где Шайбу Вратаря Шестая минута У нас идет Второго периода Третьего матча Полфинальной серии Между командами Колоса Звезда 2 Пока Звезда 2 Выигрывает Третий матч Со счетом 2 1 И шайба Не выбрасывает Кова со своей зоны Много времени Бросок Неточный Случил Сейчас у Воробьева Классная у него Возможность была Не сумел он Ее Воспользоваться Перехват Артем Глушкова Очень хорошую скорость Он набирает Входит в зону Бросает ближний угол Идет шайба В закругление Ворот Сергей Глушков А не Прошу прощения Это Юрий Крюков Первый номер Стрельников Фролов Пытается Заставить Ошибиться Защитника Колоса Ну и в принципе Заставляет Да Пробрасывается Сейчас стрельников В брасне Состоится В зоне Хоккейной команды Колос Точный пас Сейчас Осинченко На Смоленинова Бросал Ближний угол Справляется Тимошенко Завалюев Вариантов Особенно и нет У него Вот такая Только подкидка На Юрия Дуреченского Пытается он уйти Осинченко Осинченко его Пытается Остановить И не нравится Одному из арбитров Эти действия Четырнадцатого номера Звезды Два Удаление Случается В середине Второго периода У хоккейстов Из Елецкого района Ну что ж Атака игрока Не владеющего шайбой Синченко Продыхает Две минуты У Колоса Две минуты Есть на то Чтобы попробовать Реализовать Преимущество Одного игрока Посмотрим Как это получится Рысков шайбой Бурлаков Сергей Глушков Артем Горяйнов Виктор Кутепов Вот такая вот Спецбригада У Колоса Остановка у нас Связана с тем Что было нарушено Нарушено положение Входа В зону атаки Вбрасывание Нейтральное Состоится Воробьев на точке Против Евгения Бурлаков Бурлаков По сути себе же На ход Выиграл Вбрасывание Да Но Виктор Кутепов Борьбу За шайбу Уже в зоне атаки Проиграл Сергей Глушков Пролез Самостоятельно Есть у него Вариант Бурлаков 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 Ждал По правилам Бурлаков Ну и Все те же секунды Остается у Колоса На то Чтобы по правилам Реализовать численное преимущество Бурлаков 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 Окей Хорошей дистанции Бросок Чудин Не фиксирует Шайбу И Сдают нерву Чудину Уже Ну опять Как Сдают Просто Махнул Клюшкой Удар Соперника Клюшка Фиксируется Арбитрами Станислав Балашов Пошел Отбывать Штраф 17 секунд Остается до выхода Михаил Сеченко Александр Чудин Был наказан Но понятное дело То что Вратаря нельзя Сажать На скамейку Штрафников Смысла тогда Не будет В игре В меньшинстве Поэтому Отправился Отбывать Штраф За вратаря Станислав Балашов 10 секунд До выхода Четвертого Полевого игрока В составе Звезды 2 Глушков Ударная позиция Бросок Два игрока На линии Не доходит Шайба Еще один оброс Чудин Не фиксирует Шайбу Но тем не менее Сумел ее остановить На пути к своим воротам Борьба за воротами Два игрока Звезды 2 Валят на лед Бурлаков Он тут не отпускает Шайбу Суетится Кутепов Пас тем не менее Проходит Но и Бурлаков Вот он бросает И отражает Эту угрозу Чудин Контроль Остается Чудин Тонкий Пас на пятак Который считается Четверкой Оборонцев Звезды 2 Больше минуты Еще играть Колосу При численном Преимуществе Бурлаков Через левый фланг Вывели на ударную Позицию Оставление Авантюрное Слишком Делой Бурлаков Чуть было Не привело Это к потере Меньше минуты Кутепова Жестко Прессингу Исинченко И выбрасывает Шайбу Уже Юрий Жигулин Разгон Атаки Увлекся Мозгунов Потерял шайбу Нейтральный Зоник Отратак Исинченко Не попал Сейчас по шайме Но это любительский Хоккей И такое происходит Челякова Прессингует Фролов Но до шайбы Не добирается Юрий Дуреченский Пас В разрез По зоне 25 секунд Из борьбы Назавали Пас проходит Дальше Дуреченского Подключает 13 номер На паузе Бросок Подставлен на клюшко Шайба идет За ворота Пытается сразу же Артем Глушков Отправить ее на пятак Не получается Падение Артем Глушков Рисковно Здесь сейчас Жигулин Пытается обвести Соперника На своем же пятачке Шайба Мечется Прыгает В полном составе Играет Звезда 2 Станислав Болшов Вернулся на лед Обыв Малый штраф За своего вратаря Сергей Горянов Принял шайбу Уже в нейтральной зоне Завалюев Пытается выйти От Жигулина Уходит Страхучего игрока Тоже Оставляет В дураках И сейчас Станислава Болошова Оставил ни с чем Пас на Юрия Дуреченского Мало времени было Для того Чтобы нанести бросок У второго номера Жигулин В неспешной манере Принимает верное решение Переведя шайбу На правый фланг Пытается бороться Завалюев Да Для того Чтобы отобрать шайбу Не получается Но Звезда 2 Самостоятельно отдали шайбу Сопернику Выбросив ее За ворота Смена У Зеленых Сергей Лужков Нет скорости У защитника Этого Поэтому Сложным Приходилось Да Вот так вот Обводить Одного за вторым Рысков Находит Бурлакова Бурлаков Продолжает Атаку На Мозгунов Бросок Уверенный Сейф Ловушка И чудина Не мозгнул Прошу прощения А Горейнов Артем Продолжал Эту атаку 12-ая минута Второго периода 2-1 Звезда 2 По-прежнему Держит тот счет Который был зафиксирован В конце Первого отрезка Этого матча Сергей Глышков Точный пас На Бурлакова Бурлаков Дальше На левый фланг Кутепа Бросок Отскок Добивание От Евгения Бурлакова Тащит Чудин Уверенно Сыграл Сейчас Вратарь Звезды 2 Ну вот Такие вот Моменты Стали Очень Серьезного Характера Появляться У хоккеистов Колоса Осталось Только еще И реализацию За этими Моментами Подтащить Семенихен Пытается бросить От борта Через двух игроков Этот финт Не прошел Перехват Два игрока Сейчас опекали Юрия Двуреченского Но тот все равно Добрался до шайбы Оставление Глушкова Замыкание Может интересно Остреликова Бросок Справляется Чудин Еще одна атака На ближнюю штангу Чудин Подставил ловушку И забрал шайбу Верно-брасывание Глушкова Бросок 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 короткий Верно-браснаверский И движет на шайбу Верно-брасывной Сейчас защитник Колоса И Челяков тоже за счет силовых Качества Пытался провести атаку Не получается Фролов Аж развернулся Клюшка у него на спине оказалась Судьи Увидели нарушение в этом эпизоде Подножка Сергей Влышков Отправляется на 2 минуты Концовка Второго периода у нас идет Преимущество будет у Звезды 2 Ударная позиция Бросок, шайба Попадает в ворота Михаил Синченко Делает счет 3-1 4 секунды 4 секунды Потребовалось Звезде 2 На то, чтобы реализовать чистое преимущество Тоже по этому матчу Можно уже Определенный стиль У Звезды 2 Углядеть Дают они начало Отрезка Игрового периода И концовку Концовку Конкретного периода Уже 2 раза Они сумели И у нас шайба ушла за пределы площадки Суды сейчас пытаются Вернуть стративую резиновую На лед Поиски там продолжаются И Вторая шайба у нас появилась на льду Остановка по этой причине 65 секунд До конца второго периода Третий матч серии Полуфинального раунда Лиги старт Команда Звезда 2 В зеленой форме Обыгрывает Своего соперника Колос Со счетом 3-1 Просок Семенихина Шайба не доходит До вратаря Борьба за воротами Который выигрывает Юрий Двореченский Двореченский Находит Завалеву Завалев Подключает Артем Лыжкова Который пытался Подключить к атаке Юрия Двореченского Точный пас Требовался В этом развитии Его как раз И не хватило Колосом Крюков Подкидка С неудобной руки Точно в крюк На Юрия Двореченского Юрий Двореченский В центр Бросок Ох Артем Лыжков Сейчас Не справился Своей же скорость И влетел В левую штангу Спиной Но вроде Все обошлось Хотя эпизод Был очень динамичный И вполне себе Опасно Смотрелся Начало менять траекторию Резко опускаться вниз И оказался не готов К такому броску Александр Чудин За 11 секунд До конца второго периода Колос Сокращает Отставание в счете Кутепов снова Образок с кистей На этот раз Не точно И Заканчивается у нас Время Отведено на второй период 3-2 Звезда 2 Уходит На последний перерыв В этом матче Со счетом Достаточно комфортным И продолжаем Репортаж О матче Подобран 3 Полуфинального Раунда Между командами Звезда 2 В зеленой форме И Колос Желтые Они такой зеленый дерби Да Мы тоже видим на форме Колоса Зеленые такие вот Контуры В итоге Как бы то ни было На третий период Третьего матча серии Команды сейчас вышли Со счетом 3-2 В пользу Зеленых В пользу Звезды 2 Юрий Дуреченский Непонятно Что сейчас Артем Лужков Делал Какой наброс Сейчас Дуреченского Назвали его И Сергей Горяев Играет просто Но Не В адресатор Что называется Отбивается Звезда 2 На этот раз уже Третий Начал третьего периода Мы можем ответить То что Активнее начали Хоккеисты Команды Колос Но оно и понятно Они проигрывают Поэтому Им Нужно сейчас Больше стараться Чем сопернику Бросок Слишком явный был В исполнении Геннадий Валюева Подставился Хладнокровный Самоотверженно Защитник Звезды 2 Под него Протыкает Шаб Юрий Дуреченский Но страховка Работает у Звезды 2 Четко Не отлажено Семенихин Через центр Врывается Бросок С которым Справляется Тимошенко Но там еще Свисток раздался С чем связано С тем Что было нарушено Положение вне игры Да Похоже на то Оббрасывание Нейтральной Зоне Семенихин Оставил Шайбу Вроде бы как Защитник А вышло Что сопернику Бурлаков Уходит От опеки Бросок Состоялся Очень неплохой Челяков Там открылся На правом борте Но Александр Чудин Успел Сместиться Есть моменты У Колоса И очень даже Неплохие Но пока Пока счет у нас Не меняется В третьем периоде Хотя на то Есть определенные Подвижки Особенно у хоккеистов В желтой форме Классный пас На Фролова Пытается он вырулить На пятах Бросок Буднично Справляется С ним Тимошенко Возобновилась встреча Фролов Пытается Просто ногами Туда шайбу Протащить Ближе к воротам Не дают ему Такой Роскоши Сейчас хоккеисты Соперника Фролов за воротами Фролов борется Завалюй Выигрывает эту борьбу Фролов не включается Скидывает шайбу На пятак Два игрока Были по штангам И никого в центре Карпов Себе же на ход Прокинул шайбу Но немножко Не точно сыграл Юрий Дуреченский С места Пытался уйти Сразу от двух игроков Не получилось Крюков Оставляет шайбу Юрию Дуреченску Который набирает Скорость Но теряет контроль Шайбы Потеря Момент Бросок Сходу У Фролов Получается Тимошенко успел Подставить щиток И Рысков Понимаю Рысков Крюков Понимаю Все пожароопасные ситуации Выбрасывает Снаряд на проброс Завали Тереть шайбу В падении И там коньком Уже бросок состоялся Но Тимошенко И его потащил Не пришлось Судим А в третий раз Отменять шайбу Какой перехват Сенченко Классный Дримлин В ход Зону И что там Сенченко Сейчас Игроки Соперника Скажем так Предупредили О том Что нельзя Ни под каким Предлогом После свистка Завозить Забивать Закатывать Зашвыривать Шайбу В их ворота Ну Было это Настолько аккуратно Сенченко Сделано То что Особенно Это и Придраться Сложно Но все равно Сам факт того Что шайба Была после свистка В воротах Колоса Это конечно же Доброты не добавляет Хоккеистам в желтой форме А хорошая атака Бурлаков Долго принимал решение И подставлена Блаклюшка Под принятие Под исполнение Этого решения Контровый по 2-1 Постепенно Потихоньку С каждой упущенной Сыгранной Точнее сменой Да Колос начинает раскрываться И контратаки При таком Игровом стиле Неизбежны От звезды 2 Бросок Шайба Ушла В лицевой борт И звезда 2 Вот так вот Уже Вычищает зону Самым простым способом Станислав Блашов Столкновение Сергея Глушкова Рысков Через борт Играют и те и другие Снова Рысков Снова играет надежно Пас очень хороший На Бурлаков Бурлаков Не сумел Правда Не то что не успел Не сумел А не успел Набрать скорость Накрыли его Сразу 2 игрока Обороны Перевод на Чернышова Давление очень хорошее Осуществил сейчас Игрок Колоса Бросок Кутепов Подбор Не состоялся Чудин Оказался Расторопнее На своем пятачке Виктор Кутепов Автор Второй шайбы В составе Колоса В этом матче Сейчас имел Возможность Очень хорошая Сравнять счет Не случилось Убрасывание состоялось Только что В зоне звезды 2 Юрий Дуреченский Закрыл зону Не позволив Снаряду выйти Из нее Стрельников Лишился сейчас Инструмента И проброс Состоялся Который был Назначен судьями Против звезды 2 Соответственно Вбрасывание В их зоне Короткие отрезки Происходят у нас В третьем периоде Но оно и понятно Напряжение растет С каждой Расставившей секундой Ответственность Да Давит на хоккеистов За результат Третий матч серии Не сказать Что бы уж совсем Вот такой Самый-самый Определяющий Но тем менее Команда Проигравшая Этот третий матч серии Окажется на грани Завершения сезона Очередные проблемы С организацией Атаки И с пасом Вперед У звезды 2 Снова Вбрасывание И за пробросом Переносится В зону Зеленых Шеба прыгает вперед Лобанов Не сумел Вот сейчас Может быть со второго шанса Который ему подарил Сергей Флолов Чуть было не потерял Равновесие Лобанов Но этого чуть было Хватило Защите Колоса Чтобы нагнать соперника Долго принимает решение Бурлаков И блокирует Его передачу Накрывает Тетральные зоны Хоккеисты Звезли соперника И пытаются убежать Жесткое столкновение Там Случилось Но опять-таки Все в пределах правил Но игроки Друг на дружку Не в обиде Что называется Не успевают Сейчас Закрыть зону Музгунов Приходится отыгрывать Наза Сергей Ложков Самостоятельно Заходит в зону Бросок Состоялся Но шайба Ушла за предел Площадки Поскольку Была подставлена Клюшка Уже обороняющейся Стороны Какой момент Бросок И эффектный Сейф Александра Чудина Который мы По-моему Даже и не смогли Да Увидеть На экране Поскольку Слишком большое Там скопление Игроков Было На пятачке Что кстати Увеличивает Сложность работы В этом эпизоде Для вратаря Хорошая двоечка Бросок Добивание Чудин Что ж Последние смены Колос проводит В атаке И благодаря этому У Чудина Множится Да Очень крутые Эффектные Спасения Колос проигрывает В одну шайбу Третья матч Серебросок Ух какой рикошет Неприятный Был для Чудина Шайба шла На дальнюю штангу В итоге Прошла на ближнюю Еще верхом Но Разминулся она Со створкой Семенехин На зубах Вытаскивает шайбу В нейтральную зону И продолжает движение Пасом на Лукина Положение Вне игры Фиксируется Выграно бросание Колосом Атака Виктора Кутепа По полему флангу Прострел Играет Чудин Поставив клюшку Причем Очень удачно И подставляет На Семенехина Шайба ушла Тот Пытается подключить Правый фланг Лукину Не хватило Скорости Для того Чтобы догнать Эту передачу Проброс Семенехин Артем На этот раз По моему Арбитры Показывают То что Играть Можно И нужно Задается Мне Что хоккеисты Рады Потому что Не прозвучал Свисток И те и другие Причем Колос Вход в зону Артем Булышков Бросок Из-под Трафика Сейф Александр Чудин Интересный момент То что Чудин у нас Под 99 Номером Как мы видим Играет У Андрея Тимошенко Тоже А в заявке Указан 99 номер У вратаря Колоса Ух Сейчас Как рухнули В нейтральной Зоне Глышков И Фролов Подножка Подножка Фиксируется У хоккейной Команды Колос Сергей Глышков Отправляется На 2 минуты Последний раз Когда Сергей Иглышков Ударялся В этом матче Это все Закончилось Очень и очень Плохо Для его партнеров 4 секунды Потребовалось Везде Для того Чтобы реализовать Полученное Ими численное Преимущество Лобанов Отыгрывает На защитника Жигулин Лобанов С неудобной руки Бросок Что ли Пытался совершить Не получилось Кутепов Выбросил Шайбу Жигулин Выбросить Не получился У него шайба Через левый фланг Контроль остается У зеленых Фролов Проскользнул Против двух И выход шайбы Семенихин Бросок Самотвержное Действует Кутепов Блокирует Этот выстрел Продолжается Игра Десятая минута У нас уже Идет Третьего периода Какая там Борьба В портере Уже Да И шайба То где Про шайбу Хоккеисты Не забыли Нет Вот она Пытается Вынести Из своей зоны Виктор Кутепов Не получается Закрыл зону Карпов Мощный Бросок Мог бы Получиться Но нет Бурлаков Все-таки Выкидывает Шайбы Из зоны И долгожданная Смена Для спецбригады Меньшинства Хоккеистов В желтой форме Дуреченский Заходить в зону Нельзя Челяков Это понимает Не стал трогать шайбу Фалин Диагональ Но на кого Пять игроков У Колоса Сейчас находилось На льду А при том Что они играют В меньшинстве Это у нас Нарушение численного состава Да Вот это вот Несобранность Вот это вот Отсутствие Игровой дисциплины Да Сейчас в концовке Третьего периода Может Похоронить Все надежды Для хоккеистов В желтой форме Втроем Остаются Хоккеисты Колоса Против пятерых Соперников Выгодно Брасы Незелеными Задумался Сейчас Исаков Никак не мог Принять верное решение В итоге Завалюев Не выбросил шайбу Брасок И что такое Был Игрок сейчас Атаки В Вратарской Поэтому Брасование Переносится В нейтральную зону 23 секунды Остается До выхода Четвертого Полевого игрока В составе Команды Колос Момент Истины Сейчас у нас С вами На льду Если Одна команда Выстоит То будет борьба Если не выстоит То тут уже Наверное Можно уже Спокойно Без лишних нервов Называть победителя В третьем матче Полфинальной серии Между этими командами Семенихин Пас Перед Выходит Четвертый Полевой игрок И фиксируется Фиксируется У нас Проброс Да я так понимаю Судья Сейчас Указывает То что был Проброс У зеленых Поэтому Меняться Ни в коем случае Нельзя Им Минута 16 Еще Колос Играть В меньшинстве Вбрасывание Правда состоится Не в их зоне В зоне соперника Поэтому Может быть И сейчас Что-нибудь Попробует Соорудить Евгений Брулаков На точке Пытаться Он будет выиграть Шайбу На Сергея Лужкова Не случилось Лужков Оставляет шайбу В зоне атаки Может быть И зря Контур Выпад Кутепов Хорошо отработал Назад И перехватил Опасную Передачу В разрез Заброс шайбы В зону И Чернышов Перехватывает Шайбу Рукой Причем Очень опасно Действовал Раскрытой Ладонью Мог он Повредить Незащищенную Часть Руки Ну ладно Обошлось Прострел Замыкание Чуть Чуть было Не состоялось От Бурлакова На дальней штанге Жестко действует В отборе Звезда 2 Судья Рядом Все видят И Шайба Выбрасывается На скамейку Запасных Хоккеистов Из Елецкого района Ненужные эмоции Сейчас У игроков Звезды 2 Такое ощущение Что Может сложиться То что Они проигрывают Сейчас А не соперник С другой стороны Понятен Гнев Тренерского Штаба Звезды 2 Николай Недуев Скорее всего Сейчас Напоминает Своим подопечным То что Ребята Вообще-то Мы играем В большинстве Как Мы При Таком складе Позволяем Сопернику Атаковать Причем Атаковать Не как-то А опасно С открытой Передачи На дальнюю штангу Завершением Ее Меч Сашаева На пятачке Крюков Не принимает Каких-либо Сложных решений Отправлять Шайбу В площадке Вычищает Свой пятак 5 секунд До выхода Пятого полевого Игрока В составе Колоса В равных составах Команды Жигулин Классно увидел Фролова Но не сумел Третий номер Звезды 2 Принять Эту передачу В итоге Проброс Сергей Горяйнов Долго Находился На льду Но самую главную Задачу Он выполнил Не позволил Сопернику Забросить шайбу Как это там говорится Не в мою смену Остается 17 номер Играть Бросок Опасный Неприятый Скользкий Для Чудина Справился Вратарь Звезды 2 Завалюев Добирается До шайбы Оставляет Ее в зоне Атаки Время тает Меньше 3 минут Остается На спасение Мача Колосом Артем Глушков Под давлением Двух игроков Пытается прокинуть Шайбу туда Ближе На правый фланг Где маяча 13 номер Не получается Сергей Горяйнов Проходит Пас Двуреченский От Артема Глушкова Получает передачу Бросается На него Роман Лобанов Который Помогает Своей защите Напомню Он на падении Играет 70 номер Контровый Пат Воробьев Рикошет Ища Какой И реагирует На него Тимошенко Оставляя счет Прежним И оставляя шансы На победу В своей команде Скоро Пас 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 ему Пытается Он бороться Находит решение В бросе Шайбы В зону соперника Но было Нарушено Положение Вне игры Ну что же Полторы минуты У нас остается До конца Третьего периода Много борьбы И Шайбы Все-таки Протиснулась Сюда В зону Атаки Но Тут же Из борьбы Она была Выкинута За пределы Площадки 68 секунд Остается До конца Третьего периода Колос Проигрывает Своему сопернику В третьем матче Сирии Полуфинального раунда Лиги Старт 2-3 В бросовании В зоне Звезды 2 Пролоков Проиграл В бросовании Шайбу Не удалось Мозгунову Оставить Оставить там Где Сейчас это нужно Команде Лобанов Уходит от Опеки Пытается Дать передачу На ближнюю штангу Самотверженно Там действует В отборе Мозгунов Подключение Попытка Подключить Защитника Бросок Тимошенко Клюшкой Играет На лицевой борт И там Глушков борется Сергеем Фроловым Глушков на грани фола Все в пределах Правил Судья там находился Рядом Отбор случился 30 секунд До конца Шайба Просто на Плечах Что называется Ввозится В зону атаки Звезды 2 Но сейчас мы видим Борьба продолжается Фролов падает Снова в противобородстве С Сергеем Глушковым Все-таки Погабаритнее Потяжелее Да Защитник Колоса И закрыл зону Закрыл зону Сергей Глушков Время тает 10 секунд Нельзя обходить Закрыл зону Закрыл зону Закрыл зону В третий матч серии И над ними Нависает Угруза Завершение Сезона Да Срочно 3-2 Непростой А как еще Может быть Иначе В полуфиналах Борьбе Звезда 2 Одерживает победу В третьем матче Серии Поздравляем Их с этим Болельщиков Колоса Которые Неспеша Покидают Трибуны Призываю Не расстраиваться Шанс Еще есть С вами был Сергей Рогов До новых встреч На ледовых баталиях Занимайтесь хоккеем Пока